Доброе утро, девочки мои! На улице дождь идёт, холодрыга. 10 градусов на градуснике. И ветерочек ещё дует. В общем, у нас тоже похолодало. Дождик миленький такой идёт. Небо пасмурное. Вчера дождик шёл, и сегодня ещё холоднее стало. И сегодня дождик будет целый день идти. И ночью будет теперь холоднее. Будет 6-7 градусов ночью. А днём 11. Сегодня 11. Завтра на пару градусов, может, теплее будет. Всё, собираюсь за Настей. Хочу показать вам стрижку свою. И, кстати, я вчера покрасила волосы, девочки. Купила краску в магнит-косметик. Эстель называется 10.0. Ну, думала, там написано пепельный блонд. Когда покрасила, смотрю, но блонд не совсем блонд. Ну, как бы пепельный, не пепельный. Немножечко даже бежевый такой. Конечно, неожиданный цвет. Но, с другой стороны, вроде неплохой цвет. Но, похожу пока в таком цвете. Я думаю, может быть, после пару смывок, немножечко он как-то, оттеночек уйдёт. Будет более блондинистый. Но, в принципе, какой-то прикольный цвет, не знаю, получился. Но, неожиданный. Я думала, 10.0 это будет чисто белый, как бы, как обычно, блондинский цвет. Но, в этом оттенке есть тоже какая-то изюминка своя. Сварила уже супчик с корочкой, с лапшой сегодня с утра. Вот. А сейчас я надену шапку, надену кортку. Оденусь, короче, потеплее. Зонтик возьму. Я думаю, что после шапки у меня потом всё это... Ну, сейчас оно и так прилегло. Вчера более пышнее выглядела эта стрижка. Вот. Но, всё равно, хорошо. Хорошо. Легче стало, чем было. Всё. Сейчас уже всё. Натягиваю на себя потеплее вещи. Потому что ветерочек, сырость, холодно, прохладно. В общем, я так думаю, что бабье лето у нас уже закончилось. Так что начинается теперь у нас уже обычная осень. Прохладная, холодная. Ночью уже сильно будет холодно. Батареи пока ещё не включили. Но я думаю, что на этой неделе, уже к концу недели, я должна обязательно включить. Всё, девочки. Осень наступила. Я одела курточку, шапочку лёгкую. Пока что ещё в кроссовках. Думала надевать ботинки или нет. Но ботинки у меня тёплые. Я решила пока, думаю, пройдусь и посмотрю. Ноги, если не замёрзнут, значит, пока можно в кроссовках походить. Тем более завтра должен дождик. Должно уже не быть дождя завтра. Вообще-то. Вот. Вот тут затишье. Ветра нету. Хорошо. Сейчас выйду на проспект. Там начнёт дуть, наверное. Вот и к нам пришла осень. Чтоб всем было одинаково, никому хорошо. Настя зонтик не взяла в школу. Я спросила у папы. Ну, я взяла ей вот этот плащик. Хорошо, что я купила вообще этот плащик. Экспрайс тогда. Вот он очень здорово выручает. Только не говорите мне, что я шапку надела не так, что нужно её натягивать на лоб. Вот не знаю. Как-то мне не нравится на лоб шапка натянутая. Мне очень комфортно. Поэтому натянула так, как мне нравится. Пока так. Вот. Не, в курточке хорошо прям. Прямо хорошо. Если б я надела что-то полегче, я бы подзамёрзла, наверное, точно. Вот. Ну, я смотрю, люди тоже в куртках. Посмотрим по сторонам сейчас. Кто в чём идёт? Ох, какой дует! Так, пойдём, пойдём. Зелёный горит. Вот. Хорошо, что сейчас дождик не идёт. А то бы я сейчас под зонтом вышла, а мне было бы неудобно снимать. Так хоть что-то подсниму. На время дождик прекратился. Было бы здорово, если бы мы успели как раз с Настей домой вернуться. А потом уже пусть идёт дальше дождь. А вчера небо было хмурое целый день. Вот такое, как сейчас. Было прям темно даже. Было очень неуютно. Ну, и тоже дождик шёл. Да. В общем, такой пейзаж не очень хороший. Людей мало на улице. Всё, теперь всем по машинам попрятались. Да, такая вот у нас теперь картина. Уже не тот пейзаж, который бы я с удовольствием снимала. Так, иду я пока по асфальту. Ноги пока сухие. Мне интересно. Вот просто сейчас я думаю пройдусь. И заодно посмотрю, желтеют. Всё больше желтеют листики. Интересно, думаю, пройдусь, посмотрю. Ноги замёрзнут в кроссовках или нет. И нужно ли доставать ботинки. Я просто помню, что я как-то в кроссовках ходила. Вот даже зимой, когда плюс 6. Даже прекрасно себя чувствовала в кроссовках. Ну, если уже ниже температура, тогда уже можно обувь потеплее делать. Но сегодня влажно. В принципе, если на лужи не наступать, то нормально. Вот такая вот картина, вот такой пейзаж. Всё, мы с Настей пришли домой. Купили вот такой небольшой букетик. У моей соседки сегодня, оказывается, день рождения. А она молчит. Ничего не говорит. А я её поздравлю всё равно. Доброе утро, девочки мои. Сегодня погода уже хорошая. Распогодилось, но холодно. 10 градусов сейчас на улице у меня на градуснике показывает. Плохо видно. В общем, в комнате 22. Не хочется на себя натягивать лишнюю одежду. Я включила сплит-систему на обогрев. Вот, тёпленькая пошла. Хорошо так. Ну, 22 градуса для меня холодно. Я не знаю, как там на Западе. 19 градусов люди живут. Конечно, можно на себя кучу вещей натянуть. Но мне совершенно этого не хочется делать. Я привыкла раздетая по комнате ходить. Так, ну чё. Носик высунем на улицу. Посмотрим, чё тут. Ветерочек есть. Прохладненько. Ну, я сегодня одену то же самое, что и вчера. Курточку, шапочку. Вчера, кстати, встретила знакомую без шапки. Она говорит, у меня уши уже замёрзли. Я говорю, ну вот, Олег, шапочки. Хорошо мне. Ну, а пока ещё рано. Я вот включила влог у дочки, вышел. Смотрю пока влог. Ну, попозже за Настей в школу пойду. Вышла я, девочки, на улицу. На улице так хорошо. Ветра нету здесь. Солнышко светит. Небо голубое чистое. Ой, как кайфово. Цветочки кто-то посадил. Ну, видите, травка ещё у нас зелёная-пределёная. Ну, немножко ветер дует. Это, наверное, тут затишье. На проспекте сейчас как-то дует. Кайфово. Кайфово. Я опять одела то же самое, что вчера. Сегодня я не стала рисковать. На улице 13 градусов. Думаю, что я буду мёрзнуть. Лучше. Я запарюсь, но я не запарюсь. Я уже чувствую, что нормально одета. Как раз в самый раз. По погоде. Солнышко светит. Благодать. Хорошо такое. Я иду за Настей. Сказала ли нет. Я уже не помню, что я сказала, что не сказала. Я вчера видео начала снимать. А потом Настя забрала из школы. И, в общем, мы там заболтались. И дома тоже. Я совсем забыла, что я снимаю. Цветочки сняла и всё. В общем, ну что, с Настей, как обычно, время провели. Вечерком соседка пришла тортиком, меня угостила. Два кусочка принесла. Я один съела, а второй Насте оставила. Так что всё нормально. Она меня звала в гости. Я не люблю в гости ходить. Ну, при том, что у неё никого у гостей не было. Она меня позвала как раз на ужин после того, как я поужинаю. Вот. Так что я говорю, давай, мне тортика, тортика мне будет достаточно. Иногда хочется побаловать себя. Чем-нибудь вкуснее будет. Самая редко покупаю. Так, что тут машины-то развезли? Вот можно было бы сегодня и без шапки быть, в принципе. Но мне не жарко. Я, может быть, шапку сниму, посмотрим. Но если ветра нету, можно снять. Если ветер, то я бы не стала. Наверное, с ним, вроде, ветра так особо и нет. Нормально. Посмотрим. А то ж, только выздоровела. Не хочется ничего туда добавить. Ушам своим, тем более. Погода сегодня хорошая. Самое главное, что вообще небо чистое, абсолютно безоблачное. Свежо так, но всё равно очень хорошо на улице. Ну, а сегодня что? Сегодня тоже ничего особенного. Я Насю забираю. Покушаем там. Не знаю. Посмотрю я ее тетрадки, что там у нее новенького. Я не всегда заглядываю в тетради, потому что всё равно мама с ней занимается. Лишний раз. Пусть ребёнок отдохнёт, думаю. Ну, потом им почти, ну, практически не задают на дом. Там немножко там чего-то. Может быть. Ну, это если кто-то не успел сделать в классе. Я так заметила, что они в основном домашние задания. Ну, вообще, в принципе, задания им дают. Они делают в классе. И кто не успел в классе сделать, уже доделывает это дома. Поэтому, ну, Нася успевает. Говорит, что всё успевает в классе сделать. Ну, сегодня загляну в тетрадочки их. Посмотрим, что она там. Успела, не успела. Даже как-то там не тепловато в куточке. Можно было бы и полегче. Ну, кто его знает. Вот так вот идёшь на улицу, не знаешь. На солнце прям немножко припекает солнышко. Идёшь на улицу, я на градусник смотрю, выглядываю в окно, вроде прохладно. 13 градусов, это вроде немного. Поэтому, думаю, лучше я поберегусь. Вот. Ну, можно было курточку надеть, вот ту красную в клеточку. Да. Было как раз нормальненько. Ну, ничего. В общем, топливый телёк. А я сегодня этот... Нам раздавали вот такие вот обложки, ну, кто самого лучшего, с пятёрками. Так вот, а мне вчера одну дать, и сегодня одну дать. И получается, я хорошо училась. Да ты что? Это только для тех, кто хорошо учится дает? Угу. Ну, молодец. А где твоя шапка? Ты сегодня с шапкой? А, нет, она там, в рюкзаке. В рюкзаке? Да. Её в рюкзаке положили. Девочки, если вы ничего не услышали, я могу повторить. Насте дали обложку, которую дают хорошим ученикам, да? Вот. Просто я потом, когда монтирую видео, Настюш, я сама сижу и прислушиваюсь. Пойдём через двор, там тише. Я сама не слышу, что ты говоришь. Потому что дома, если ты тихо говоришь, то там ладно, нормально, там нету лишних звуков. А когда мы на улице, машина ездит. Ну, как бы там разные шумы, и не слышно, что ты говоришь. Поэтому на улице говори громко. Что ещё рассказывай? Так вот. Мне оставали обложки красивые. Потом, когда мы с тренировки возвращались, папа сказал, что хорошо. Дай бог, чтобы я хорошо училась. Мама сказала, хорошо. Отлично. Ну, а я... Сначала я решила домой пошутить. Сказала, нам должны выдавать самые лучшие обложки. Ну, кто самый лучший? Сказала, мне не выдали. А она говорит, ну, значит, ты нехорошо учишься. Потом я говорю, ну, вот смотри, нету. А потом я показываю обложку. Ну, молодец. Ну, молодец, порадовала родителей. Родители будут там гордиться. А у меня ещё вторая обложка. Я вам покажу её. Хорошо, да, мы придём, покажешь. Хорошо. Идём, идём с Настей. Смотрим, сидит голод. Сидит такой себе. Ну-ка, увеличим его. И всё. Смотрит по сторонам. Красивый такой. Да ты красивый какой. А там вон голуби сидят. А у нас ничего нету, да? А и вот тут они что-то ходят. Ладно, пошли дальше. Мы уже с Настей покушали и сели делать уроки. Вот прописи делает Настя. Кстати, вот она обложка, про которую она говорила. Вот, пятёрочки тут. А ещё мы уже научились писать слова. Чё там, покажи. Ах, ты хитруля. Ладно, ну давай, сейчас мы прописями занимаемся, потом почитаем ещё с Настюшей, да? А потом я тебе чё-то вкусненькое дам. Да. Да, тётя Валя меня вчера угостила. Чем-чем? С ладюшкой? Не горит. Вот, сделаешь руки потом. В Киан и Антарктида там живут разнообразные животные. У них хорошо приспособились к суровым условиям. Молодец, ты уже хорошо читаешь. Молодец. Будешь больше читать, будешь быстрее читать. Молодец. Всё, мы с Настей поделали уроки. Вот, вчера два кусочка Наполеона мне дала. Соседка угостила. День рождения у неё. Я ей цветочки, она мне на тортик. Сейчас я Настю угощу. Да-да, заслужила, заслужила. Настюшка уже ушла домой. Я какой-то нашла тут триллер. Чизкейк называется. Не знаю, хороший или плохой. Буду смотреть. А на улице уже закат. Солнышко садится. Я хочу это видео на этом закончить, чтобы не было оно слишком длинным. Со всеми прощаюсь. Пишите комментарии, ставьте лайки, кому видео понравилось. И до новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok